Всем привет, я Александр Ижов, начинающий фотограф. Всем привет, меня зовут Мира, я художник по мятежи. Так, с чего все началось? Ну, фотографии начал ликаться еще в школе, затем был небольшой такой период, когда я отошел от нее и в студенческие годы обратно вернулся к этому, стал заниматься вплотную и решил, что у меня начинает получаться. Сначала это было творческое начало, хотелось что-то новое открывать, показывать, для себя узнавать и второе уже коммерческое. Вообще, я по образованию управленница и всегда была офисным работником по 8 лет, наверное. Сколько я помню, всегда работала. Всегда нравилось что-то делать руками, шить, вязать, вышивать. К вязажу пришла, не знаю как, наверное, это может быть, не знаю, бизнес среднего возраста или переоценка ценностей, может быть, захотелось что-то изменить в своей жизни. Но самое главное, наверное, хотелось показать, какие девочки красивые, носочки красивые. Не знаю, мне нравится просто делать. Нравится. И когда одно дело приходит к себе клиент и ты понимаешь, что ты можешь заработать на этом деньги и в любом случае относишься и трепетно к нему и хочешь сделать хорошо. А другое дело, когда республика маленькая и нет возможности реализации каких-то идей, фантазий, мыслей, да, что-то воплотить красивое в реальность. Это очень сложно. И поэтому, да, вот нашла единомышленников, да, мы с Сашей с тобой сколько знакомы? Чуть больше года. Чуть больше года. Чуть больше года у нас первая съемка была, по-моему, в феврале, да? Да, у нас была в феврале. На 14 феврале. Да, на самом... Нет, а, да, кстати, на 14 феврале. На самом деле To Be Free получился в результате знакомства, наверное, да, с девушкой, которой, к сожалению, здесь нет в силу обстоятельств своих. Геляна Шурбучеева. И я безумно рада, что встречала ее в своей жизни, потому что это человек с нереальной фантазией, бешеным потоком энергии. Да, и практически, не знаю, ну, 50% календаря, наверное, мы с ней вместе соорудили. Она большая умница и, блин, очень не хватает ее сейчас. Блин, надо вылезать. Творческий союз, наверное, все-таки, как из названия, это больше для творчества, больше для саморазвития, для понимания как-то твоих возможностей, что ты можешь предложить новое, что ты можешь внести, показать. А это в другом воспринимание. Людям. И как бы развиваться дальше позволяет больше... Во время съемок чаще всего мы делаем все более масштабно. Это декорации. Это самая большая проблема, когда мы делали календарь. Очень много уходило финансов как раз на декор. На текстиль, на платья, на какие-то штучки интересные. И по поводу To Be Free, наверное, для меня все-таки это не просто реализация или рост, а возможность показать людям, что при маленьком бюджете и маленьких возможностях можно что-то сделать. То есть не сиди на руке Рома, да? Ну, что-то в этом роде, да. Делай, делай. И действительно, когда нет возможности, на самом деле, в Калмыкии развиваться в этой сфере, и тяжело в режиме жесткой конкуренции, не знаю, как у Саши, у нас есть такое. Хочется чего-то, что немножко отвлекает от денег, от возможности заработать. И это самое главное, наверное, в этом проекте, то, что мы можем там сделать что-то, что приносит просто эстетическое удовольствие. Ну, главный совет для молодых, это, я считаю, наверное, быть позитивными и больше контактировать с фотографом. Не поступать, как вот обычно делают. Заказал фотографа за три месяца и пропал. И в день перед свадьбой звоните, договариваетесь, что там-то, там-то будет проходить торжество. Я бы хотел, чтобы молодые были более активны, они предлагали бы свои идеи, что им хотелось бы. И на основе этого мы бы приходили в консенсус, к общему решению, чтобы возникло взаимопонимание между клиентом и мной, и фотографом. Все, наверное, так. После выбора мастера и определения того, что вы будете делать, репетите свадьбу на макияже или нет, главный совет молодым невестам – не опаздывайте, пожалуйста. Потому что нам тяжело приходится догонять время, когда приходит следующий невест, это очень важно. И второй момент – не волноваться. Если вы определились с мастером, то когда вы садитесь к нему в кресло, нужно полностью расслабиться, выдохнуть и получать положительные эмоции. В моей профессии у меня есть девиз, и по поводу съемок, который мы проводим, у меня прям вот железное правило выработалось с определенным временем. Нет ничего такого, чего бы мы не смогли сделать. Главное – желание. Делай хорошо, плохо – само получится. Хочу поздравить всех женщин в нашей республике с наступающим праздником. Пожелать им женское счастье, самое главное, быть всегда веселыми, довольными, чтобы рядом с ними находился мужчина, который в достоине. А девочкам молодым хочу сказать, что вы знали и не забывали о том, что вы самые прекрасные создания. Присоединяюсь полностью к мирным пожеланиям. Хочу добавить, что на самом деле все девушки красивые, все женщины, все очень красивые. Желаем вам счастья, удачи, успехом во всем. Чемпионат, помните, потому что вы прекрасны. Доброты, наверное, что ли? Доброты? Тебя обижают? Я не такая. Ты постоянно на миру посматриваешь. Как будто ждет удара. Вы же меня потом отстегнете. Ясно. Ну давайте, всего доброго. Большое вам спасибо, что согласились дать небольшое интервью для нас. Вы клевые, правда. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.